Приветствую вас, честно говоря, вот сама ваша подстановка, вопрос, она уже, на мой взгляд, свидетельствует о том, что вы не готовы реализовать. Почему? Ну, потому что, во-первых, вы ищете, как вы говорите, решения. А нужны не решения, нужна работа. Нужна, что называется, психотерапия. Это первое. Второе. Именно креативные решения, как вы их называете. То есть, какой-то такой, ну, можно сказать, гениальный, да, может быть, такой нетрадиционный подход, не стандартный подход. Но, толькость здесь заключается в том, что никакого нестандартного подхода, то есть, подхода, который бы не работал в отношении других людей, вам не нужна. Вам нужна опроса и работа со специалистами, вам нужна опроса в трампе. Другой вопрос. Готовы ли вы с ней? Готовы ли вы к выходу из зоны комфорта? А это, в первую очередь, работа с определенными установками. с определенными вашими, вашими установками, которые, на мой взгляд, вам как раз-таки очень сильно мешают. Вот. Готовы ли вы к работе с этими установками? Вопрос большой. Следующий, следующий момент. Это, конечно же, это, конечно же, недоверие себе. Именно недоверие себе, а не интроверция, как вы называете это, является вашей особенностью и вашей проблемой. Потому что, интроверция, это, вообще-то говоря, совсем другое. Интроверция, это совершенно другое. И отношение к тому, о чем вы говорите, не имеет. Инфантильность, то есть страх и ответственность, которую, ну вот, о которой вы говорите, о котором вы говорите, происходит из-за проблем личных границ. То есть бояться личной ответственности. Это вполне себе нормально, когда вы не можете быть уверены в том, что свободны в этом. А не свободны вы можете быть в этом только при одном условии. Это при условии того, что, значит, ну, при условии того, что у вас этих самых личных границ как раз-таки нет. Вот. Поэтому работа с личными границами, с четким разграничением ответственности, с умением говорить, с умением говорить нет, это важный аспект данной ситуации. Важный аспект данной вашей проблематики. Вот. Работа с личными границами и с доверием себе, чтобы вы доверяли своим чувствам, чтобы вы работали, может быть, над своим эмоциональным интеллектом. Вот. Является критической и очень важной составляющей вашего личностного роста. Далее. Эм. Что-то филофобия. О которой вы говорите. Эм. Ну, скорее всего таковой не является. Потому что эта болезнь и, как любая болезнь, она лечится и от нее не избавляется, так как избавились вы. Значит, социалофобии не было. А людей вы опасались именно по каким-то другим причинам. Ну, например, в частности, боялись, что вам они там что-то сделают, обязательно причинят вред и так далее. Я думаю, что у вас имеет место быть страх неудачи, я думаю, что у вас имеет место быть страх ошибок, что вполне естественно для человека с вашей примерной историей. Вот. Ну, только опять же это по большому счету мало что меня. Потому что в данном случае речь идет об остановках, да. Вот. И есть у меня такое ощущение, что вы вот сами для себя увидели некое решение проблемы, да. Ну, вы сами для себя увидели некое решение проблемы. И хотите теперь проблему решать, решать ее именно так, как вам кажется правильным. Хотя на самом деле это вот, ну, не совсем корректно. Потому что доверить этот вопрос нужно специалисту, а не самостоятельно пытаться решать проблемы через чтение советов или через выделение себе проблем. Потому что проблема, например, вы себя выделить, ну, адекватным образом, в силу того, что вы не специалист, не может, вот, как бы, накрутить себя, надумать какие-то совершенно лишние для вас мысли. Мысли, лишние для вас идеи и ценности. Вот это вполне себе может. Теперь давайте немного разберем ваш текст, который начинается с довольно романтичной силы духа. То есть, ну, в психологии, знаете, такую фразу, как сила духа, наверное, не используется. Вот. То есть это уже заветомо неверно поставленный вопрос, к сожалению. Некорректно уточняю. Я изначально интроверс, поясню. Ну, откуда вы это взяли, с чего вы это взяли, знаете ли вы все такое интроверсия и так далее. Ну, а родители были холодны на проявление чувств и не научили меня самостоятельности и ответственности. Ну, здесь чувства стараются вы перекладывать ответственность на них. Здесь некая обида на родителей. Ну, и в целом, детско-родительские отношения необходимо прорабатывать здесь. Потому что холодность, холодность на проявление чувств, это ощущение брошенности, покинутости. Вот. Возможно, у вас присутствует мнительность в отношении людей, болезненность, равнодушие, страх равнодушия. Возможно. Я сужден был очень робким, пассивным и социофобом. Ну, робкие люди, как правило, пассивные и, как правило, боятся других людей. Так что нам достаточно было сказать, в принципе, что вы робкие. То есть, это совключается, да, это стресс-слово. До тридцати лет всю запнутую унылую серую жизнь умел общаться с людьми, очень мало знал об окружающем мире, был крайне непродвинутым социально диким. Не знаю, есть вот здесь ощущение, что вы себя как будто бичуете. То есть, ну, достаточно было, в принципе, здесь просто сказать, что жизнь вот не удовлетворительна. Но нет, вы там прям как будто вот себя бичуете, прям как будто бы обвиняете себя в этом, чувствуете себя ненормально. То есть, понимаете, да, вот есть, есть, эм, вообще как бы вещи в вас, есть вещи в вас, которые вы условно в себе не принимаете. Вот. А не, понимаете, какая штука. А это очень важно. Если вы себе что-то отвергаете, то условно, практически невозможно. Чего-то, да, чего-то отлично. Этот образ жизни, это состояние со временем усиливалось, я к нему привыкался, больше в него погружался. Ну, здесь, видите, да, здесь идет как бы обремечивание, обремечивание части своей психологической реальности. То есть, по сути, вы свой образ жизни, состояние выделяете и как бы отделяете от субъективных составляющих. Отрицая то, что вы сами выбрали, это все, и, наверное, перекладывая ответственность там на других людей. Дальше. Было все сложнее ощущать себя в мире и обществе. Ну, опять же, что это значит? Все одно дело, если мы говорим о депривации и социофобии, да, но поскольку она у вас прошла, то о болезни говорить не приходится. Или что-то другое. Далее. Вы пишите, я жил с постоянной депрессией. Жениться на оценке, ничего не хорошего в моей жизни не предвидел. Ну, опять же, депрессия – это заболевание, которое должно быть диагностировано и, соответственно, его нужно пролечивать. А что касается низкой самооценки, ну, я боюсь, что она у вас никуда не делается, потому что вы себе по-прежнему ставите условия. То есть вы себя не принимаете далеко. Дальше. Я случайно познакомился с старой девушкой, у нее было много друзей, богатая социальная, она решила мне помочь и стала выводить меня в люди. Ну, по факту, здесь вы говорите о стрегонике картона, когда человек знает спасать другого человека и выводить вас в люди. Вот, по факту, потому что что-то она сделала, безусловно, хорошо, что-то она сделала, безусловно, здорово. Но я бы сказал, что именно в вашем случае это помогло, помогло вам, возможно. Вот. Но в то же время, как бы, сути не изменила, ну, не изменила сути того, кто выезд. Поначалу это было не очень интенсивно, через какое-то время она и несколько ее друзей открыли концертный клуб, я стал частью команды, занимался разной работой, я попал в новый удивительный мир, множество людей, разные интересные мероприятия, мне было очень тяжело, я был чужим в том мире. Вот здесь мне отсказывается ощущение, что вы довольно впечатлительный человек, довольно эмоциональный человек. Так вот это все красочно, достаточно описывает. Что несколько противоречит поиску креативных решений, которые противоречит, мне бы хотелось разрешить. Эм, так, значит, множество людей, разные мероприятия, было очень тяжело, я был чужим в этом мире, постепенно учился рот над собой. Но, опять же, здесь некое такое опредмечивание идет в себя, потому что, ну, что-то же рост над собой. Вы можете либо развиваться, либо, ну, как бы, не развиваться, да, либо стагнировать, но рост над собой невозможно. Я очень многому научился и вышел оттуда человеком более-менее способным влиться в социум и не чувствовал себя будто среди инопланетян. Ну, знаете, вот, у меня непократное ощущение, что вы получаете что-то такое. То есть, вот, как вот вы изображаете свое аутсайдерство социальное, вот, непократное ощущение, что вы в этом что-то для себя находитесь. Моя социофобия никуда не делась. Ну, опять же, никто у вас не диагностировал социофобию. Так, у нас здесь следует взросло сцепление рассказать о моей личной жизни, ее совершенно не было. Ну, понимаете, во-первых, личная жизнь, как следует название, лично, лично, это жизнь личности, это личная жизнь. У нас, вот, ее связывают с романтическими, как правило, отношениями, хотя это крайне некорректное, как бы, лексическое значение слова. Личная жизнь, это жизнь личности, это все-таки касается личностного выбора и процессов к другим людям, партнерам, друзьям, это ничего не имеет никакого отношения. Вот. Второй момент. Личную жизнь вы тоже выделяете как показатель своей успешности. Как показатель своей, например, ну, вероятно, неполноценности какой-то, да, вероятно, своей какой-то вот несостоятельности. Но личная жизнь не может, как, я надеюсь, вы догадываетесь, существовать без, ну, без целей каких-то, да, без своих собственных целей. То есть личная жизнь, это сопутствующая, но не может быть самоцелью. Соответственно, здесь нужно определить, что для вас значит, разгрузить ее, смысл и важность, и тогда вам будет легче. Мой единственный опыт в этом плане был в возрасте 22-х лет, когда я смог быть с одной девушкой, произошло это лишь благословение своей инициативы, был несколько раз, мы встречались несколько раз, был какой-то секс очень некачественный. Морально я был какому-то, что я не готов был в возрасте к инфантиле, но, опять же, да, это странно, не иметь в виду, был инфантилен для чего? Для секса? Странно. Как инфантильность, да, влияет на качество секса? Ну, если только вы не боялись именно его. Дальше, те три года в клубе, где, как говорится, сам бы ухлелел, я был не в состоянии что-либо пропускать в этом направлении, но я с Сафой беру за комплекционность, были слишком сильно. Просто Сафой бы же сказал, и теперь я надеюсь, вы понимаете, почему у вас на самом деле ничего не получалось, не из-за того, что вы перечислили. Вы попробуйте просто вот для интереса, да, выделить любую сферу человеческих отношений, вот, и представить эту сферу человеческих взаимоотношений как самостоятельную сторону. То есть, вот, что сфера человеческих отношений, например, любовная сфера, является самоцелью, ценностью в себе. Ну, вы, я думаю, быстро увидите, о чем идет речь. Так, дальше вы описываете, значит, употребление химических средств. Вот, на следующий день я прожил с другим человеком, значит, ощутил, что те барьеры пропали. Ну, опять же, да, я не думаю, что это связано с средствами, я думаю, что вы, блин, быстро, были готовы, чтобы барьеры эти летели. Я сорвался с цепи, с цепи начал делать то, что не было, потом я делал всю жизнь, начал активно тусить, появились опыты с девушками, но, опять же, здесь никакой, вот, такой, вот, знаете, цели нет. Есть ощущение, дополучить, доиграть то, что вы вам не додали, и то, что вы, по вашему мнению, не доиграли. Вот, и, в целом, это, конечно, нормально. Но, самое главное, что, по-преднему, такого осмысленного существования, осознанного, ради, для своих целей, вас нет. А-а-а, тысячи, друзья, ну, как бы это, это временно. Вот. Моя софобия была повешена, ну, нет, 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 это так не работало, это так не работало. Опыт в тонких навыках в общении у меня, по-преднему, не было. Я вот не знаю, что вы понимаете под тонкими навыками общения, но, на самом деле, способности, в том числе и коммуникации, у всех разные. Вот. И вам здесь нужно не на какой-то такой вот единый стандарт равняться, да, а вам надо бы, ну, вам надо бы свои способности раскрывать, свои возможности раскрывать, свои склонности и свои достоинства видеть и пользоваться ими. Вот именно ими, своими достоинствами. Из этого и будет складываться ваш уникальный образ собеседника, а не пытаться достичь каких-то стандартов взаимодействия. Их попросту нет. Дальше. Страх, грубо-грубость, неотёсанность осталась. Ну, вы имеете в виду непонимание от того, что вообще, как бы, ну, что можно, что нельзя, да, что позволительно, а что нет. Ну, вот. Вы это имеете в виду. Ну, опять же, это, вот, так сказать, отличность роста, освоение ценностей, с одной стороны. С другой стороны, опыт принятия решений в различных ситуациях, в соответствии с вашими ценностями, помогут вам в таких ситуациях избегать. Но, какое-то время, в неловкости вы всё равно находиться будете, и попадать в неловкие ситуации тоже будете, это нормально. Я занялся решением этой проблемы, но, например, что считать проблемой. То есть, если мы говорим непосредственно о состоянии вашем, то проблем здесь нет. Это нормально. Грубости, неотёсанности, я имею в виду. Скорее, наоборот, вы себя здесь бесчуете и обвиняете. Ну, по сути, то же самое, что делали раньше. Если мы говорим о моментах, которые подпитывают, поддерживают и удерживают вас в этом состоянии, да-да, это проблема, но тут вы этого ничего не говорите, поэтому непонятно, в чём идёт дальше. 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 Уже несколько месяцев читаю книги по психологии общения, практикую споразмы. Ну, худшее, что вы можете сделать, читать книги по психологии общения. Вот, просто книги эти написаны не для клиентов. В общем и целом, хоть мне эту идею с чем ещё поработать, но эту битву уже можно считать выигранный. Ура! Ну, как я и сказал, мы так радует, что производит впечатление довольно эмоционального человека. Вот, что немного сладно, опять же, как я и сказал, раньше выглядит на фоне поисков креативного решения. Робость и пассивность. Одно вытекает из другого. Нет, одна проблема, вы совершенно зря её разделяете. Вот, значит, эта робость, проявляющаяся в иерархических отношениях между мужчинами. Честно говоря, странно это было читать, особенно если учесть, что иерархии в отношениях между мужчинами нет. Какое-то соперничество, конкуренция есть. Иерархии нет. То, о чём вы говорите, мне, естественно, не верно. Если только вы не хотите быть лучше всех мужчин. И если только вы не сравниваете себя с другими мужчинами. Эта проблема не имеющая ничего общего с тем, что вы описали. Конкуренция и соперничество боятся ненужно, если не ставят цель победу. Но победу, как бы, видят для себя главным призом только крайне люди недалёкие. Хочется верить, что вы не такой человек. Но тем более странно выглядит то, как вы это называете. Может быть, здесь проблема у вас с взаимодействием с родителями. То есть, вы в этих мужчинах видите своего отца, например. Ну, в таком случае, да. Всё более-менее понятно. И прорабатывать именно детско-родительские отношения нужно. Но давайте всё-таки от этого, от того, что мы официально будем отходить. Да? И то есть, ну... Давайте будем отходить. Эм... Значит... Я нашёл решение занятым спортом, тайским боксом, что хорошо помогает обратить уверенность в себе. Но это касается большого аспекта физической всего, а вот моральной, по-плюс, на последнем из целя не прибавится. Ну и не прибавится. Пока вы будете держать все вот эти вот конструкции мыслительные, которые, часть из которых вы озвучили, у себя в голове не прибавится. Потому что, если мы говорим про иерархию, то единственное хорошее место, это на самом верху. Вот. И то, постоянно есть тревога по поводу того, что тебя оттуда сбросят. Вот. Ну, это немножко вообще не про реальность, да, и не про действительность. Это больше про то, что у вас только лишь у вас сознание присутствует. Дальше. Пассивность. Ну, это то же самое, что робост. Вот. Все руки люди пассивные. Я нерешительный, медлительный, принятие решений. Ну, это вы не доверяете себе слабым духом. Что это такое, я не понимаю. Что такое слабый дух? Сейчас, серьёзно. Боюсь перемен опять в жизни, не доверяя себе. Все люди, которые не доверяют себе, боятся перемен. Почему? Потому что не умеет реагировать. Адекватно, не умеет реагировать. Ну, и стремятся к контролю. То есть я думаю, что вы ревнивый, я думаю, что вы подозрительный, я думаю, что вы мнительный, что вы тревожный. Все это про не доверие себе. Довольно безответственный как по отношению к себе, так и к окружающим своей жизни и к своему будущему. Ну, что вы понимаете под безответственностью по отношению к себе, я, честно говоря, не очень вижу. Ну, хорошо, вы безответственность, допустим. Допустим, вот, допустим вы безответственным. Но, как это проявляется, что вы безответственные? Вот, не я, все вы решили, что вы безответственны, тоже не я, потому что, вот, знаете, когда какие-то, ну, требования к тебе нужно предъявлять, насколько, насколько ваши требования к себе адекватны, ну, это, вот, на мой взгляд, большой вопрос, потому что мне показалось, мне так вот показалось, опять же, что ваши требования к себе не адекватны от слова совсем. Вот, ну, могу быть не прав, в любом случае, здесь я, вот, могу не понимать что-то, но вот безответственность выглядит, честно говоря, честно говоря, в большей степени, как, знаете, ну, скорее, вот самопичевание, вот так это больше выглядит. То есть, типа, что вот я, там, безответственен, я, вот, там, ни на что не способен, вот какой я плохой, да, то есть, типа, там, значит, ну, не служил за собой, да, там, не отвечаю, там, ну, вот, как-то вот не, ну, не в достаточной степени, даже на мере, там, не делаю того, что нужно, вот, и так далее, и так далее, и так далее, вот. То есть, это, опять же, звучит как требование к себе. Ну, ни в коем случае не про ответственность. Соответственность у вас, скорее всего, есть, вот, скорее всего, но она перебивается, там, ну, некоторыми моментами, вот. Но, в целом, я не думаю, что вы безответственный человек, потому что безответственные люди, они ведут себя, ну, несколько иначе, несколько по-другому ведут себя безответственные люди, вот, вы себя так не ведете. Хотите, нет, хотите, нет. Вот. Ам-м-м. Если вы себе позволяете какие-то вещи, да, вот. Ну, это, на мой взгляд, связано, опять, как я и сказал, с тем, что вы не доиграли в своё время, вот, и убеждены в том, что окружающий, окружающий я вам, грубо говоря, задолжал, вот, и вы пытаетесь, как бы, ну, доигрывать, вот, по сути, вот, вы доигрываете, просто доигрываете, берёте, доигрываете, вот, ничего плохого в этом не вижу, в том, что вы доигрываете, а личной ответственности, в принципе, нужно учиться, то есть она сама по себе, ну, опять же, сама по себе она не боится, то есть, ну, ей неоткуда взяться, если вы, там, не привыкли решать какие-то задачи, вот, но, о чём, вот, на самом деле говорит, подобное ваше утверждение, так это о том, что вы себя бичуете попрель, и делаете это довольно жёстко, вот, и в этой ситуации, ну, конечно, крайне сложно и тяжело выстраивать, там, отношения, в том числе с девушкой, вот, потому что вам кажется, что вы, ну, не готовы, грубо говоря, к отношениям, вот, ну, тут нужно понимать, что с таким подходом, как у вас, вы можете быть не готовы, в принципе, ну, вообще всю свою жизнь, вот, потому что всё время будут у вас, как бы, ну, условия, всё время будете вы себе ставить новые и новые условия только потому, что по факту запрещают себе отношения, это немножко не то, как вы это видите, на мой взгляд, у вас довольно искажённое представление об отношениях, к сожалению, ну, мне так, мне так, мне так видится, я могу, конечно, ошибаться, но видится мне это вот так, что вы отношения видите как то, к чему вы должны быть готовы, к чему вы должны соответствовать, а на самом деле к отношениям и как ко многим вещам, которые происходят в отношениях, ну, люди, мягко говоря, я не готовы, мягко говоря, мягко, вот, потому что живём мы первый раз, вот, и ко многим вещам просто приготовиться там, ну, невозможно, в принципе, вот, ну, и, опять же, повторюсь, считайте сейчас по-другому. Дальше, если говорить о личной жизни, я совершенно не чувствую готовность к принятию, как-либо, как, на себя, как, о, такое ответственность, там, да, потому что, с одной стороны, вы себе не доверяете, с другой стороны, вы не умеете говорить нет, скорее всего, вот, а, в-третьих, чувство вины, оно вам не может не мешать, то есть, вот, откажетесь вы от чего-то, откажетесь вы что-то делать, да, не захотите, например, и вам чувство вины будет очень болезненно откликаться, вот, вот, вам, в числе вины будет очень болезненно давать особернять, вот, ну, и вот, чтобы, чтобы защититься, собственно говоря, вы, и, вот, пытаетесь от этого обстракироваться, обстракироваться, ну, было бы странно, если бы, если бы вы этого не делали, было бы, было бы очень странно, если бы вы, а, так себя не вели, было бы странно, если бы вы не хотели, а, от ответственности себя уберечь, на мой взгляд, инфинкт самосохранения в действии, поэтому, что с вами происходит, нормально, нормально, вот, и, как бы, этому нужно, ну, опять же, учиться, нужно учиться, учиться, а, как бы, а, ответственности, и, говоря учиться, я подразумеваю в реальный опыт, реальный опыт, да, что вы готовы, за что вы готовы, то есть, отвечать, за что вы не готовы отвечать, что вы, там, не знаю, готовы на себя брать, да, что вы не готовы на себя брать. В этом же ключе, в принципе, можно ставить вопрос, в том числе и про требования к себе, то есть, а насколько хорошо я должен соответствовать, вот, ну, тем или иным вещам, да, то есть, насколько хорошо я должен делать, делать те или иные вещи, насколько хорошо, например, я должен обеспечивать, ну, если мы говорим про, вот, ну, про один из, про один из факторов, насколько хорошо я должен обеспечивать, допустим, свою, там, допустим, девушку, да, свою жену, вот, насколько я должен быть успешным человеком, чтобы получить моральное право, например, моральное право, быть в отношениях, вот, сколько времени, там, мне нужно, не знаю, поработать, да, проработать, чтобы, вот, получить моральное право, вот, А если вдруг вы по какой-либо причине не сможете, если по какой-либо причине вы не сможете стать таким успешным, чтобы, по вашему мнению, соответствовать требованиям, которые вы сами себе, грубо говоря, поставили, что тогда, понимаете? То есть очень, повторюсь, очень тяжело выстраивать отношения с миром и в том числе с самим собой, если ты постоянно ставишь себе условия, если ты на постоянной основе определяешь себе требования какие-то и, там, соответственно, ну, как-то вот боишься или опасаешься или серьезно полагаешь, то у тебя может не получиться, что чего ты хотел. Поэтому я ваши переживания, в принципе, понимаю, ну... Дальше. У меня были случаи, когда я проявлял слабость характера, слушал недостойные поступки. Знаю, что могу сделать это вновь. Я продавал и боюсь, что могу предать снова. Это очень пугает. Сейчас вижу, что главная задача победить эту проблему. У, как ни странно, предательства есть несколько сторон. Первая сторона — это сторона достаточно простая, что именно вы считаете предательством и считается ли это предательством. То есть, вполне вероятно, опять же, завышенные требования к себе у вас. То есть, это просто, ну, просто, просто завышенные требования. Это первое. Второе — это то, чего вы хотели, предавал. То есть, ну, логично, что если человек голоден, да, его приглашают в ресторан и говорят, слушай, ну ты, короче, тут посиди, вот, ничего только не ешь. Вот, если съешь, то всё, ты предатель. Ну, человек голодный, он, естественно, скорее всего съест что-то. Было бы странно, если бы он не съел, согласитесь. Вот, ну, его обвиняют после этого предательства, ну. Формально? Формально, формально. Вот, формально, формально. Ну, формально — да. Формально, может быть, эти люди и правы. Но, человека, извините, поставили в такие условия, в такую ситуацию, что он не мог не предать. И с учетом вашей истории, я думаю, что у вас есть похожая ситуация. Мой мозг так научно выбирает комфортную для себя тактику поведения. Ну, как его приучить? Никак. Нужно научиться грамотно себя защищать. Вы хотите, по сути, перестать себя защищать. Различные советы, которые можно найти в интернете, вполне очень ерунда. В общем, все креативные решения на тему, какая будет решительница всего духа. Ну, я боюсь, вы немножко не по адресу, потому что, как я сказал раньше, креативных решений не существует. Именно креативных решений, креативных именно решений. Нет. Есть, так сказать, последовательная работа с вами, которую, если вы над собой будете проводить, вот просто все потихонечку, постепенно будет получаться и все. Только вот придется отказаться от требований, которые вы сейчас к себе предъявляете. И придется отказаться от некоторых, скорее всего, важных для вас установок, которыми сейчас вы, на мой взгляд, руководствуете. Которые являются именно тем, что вам столь сильно, по моему мнению, мешает, мешает жить счастливо. То есть, вы думаете, что есть креативные решения, это аж никаких креативных решений. Как я и сказал, нет и в принципе быть не может. Потому что человек, он уникален. И человек достаточно деликатен для того, чтобы вообще была возможность подобных решений, чтобы была возможность подобной постановки вопросов. Хочу стать человеком, которому, может, поколение, может, принять гуру, если потребуется, какой бы, может, заставить, может, переучиться. Ну, опять же, вы хотите стать кем-то, кем вы, вероятно, не являетесь. Вы отрицаете свои способности, вы отрицаете свои достоинства. Пока будет так, пока вы будете отрицать свои способности и свои возможности. Вот, ну, ситуация будет складываться для вас весьма и весьма, ну, я бы сказал, негативно. Потому что, что вы будете пытаться быть кем-то другим, что вы будете пытаться быть кем-то, кем не являетесь. Вот, а это негативная история. Мой коллега, Кудрячев Игорь Леонидович, спросил, что, как бы, вы можете пойти по такому забавному пути, как обесценивание вещей. То есть, вы можете просто прийти к ощущению, что те вещи, которые вас сейчас волнуют, это просто вещи крайне не важны. Вот. Вы можете, то вы можете к такой профессии, конечно же, прийти. Можете. Вот. Вот. Да. Достичь этого можно, в том числе, через острую нужду. Вы правы. Совершенно правы. Ну, хорошая ли эта идея? Насколько она гуманистична? Вот с чем серьезный вопрос. На мой взгляд, гуманностью тут и не пахнет. А, как бы, поддерживать негуманные методы или откровенно вредные методы, это не входит в то, что я для себя вижу в качестве приемлемых методов и способов сработки. Вот. Одно дело, если это естественным образом произойдет, да, одно дело, если вам там, не знаю, захочется там пройти, к примеру, там, горячую точку, например, и вы вот, решив по боевам, да, например, придете к каким-то решениям, это ладно, в этом случае ладно. Но, в остальном, в остальном, по моему мнению, это позиция, ну вот, крайне, 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 крайне такая, крайне уязвимая. Вот. Поэтому я надеюсь, надеюсь, могу надеяться только на то, что вы для себя сделаете какие-то выводы. Я очень надеюсь, могу только надеяться на то, что вы примете во внимание то, что я сказал, я могу надеяться только на то, что вы сделаете какие-то выводы. Я надеюсь, что вы постараетесь увидеть ситуацию с той позиции, которую я увидел, которую я вам показал, и я надеюсь, что вы, ну, откажетесь от идеи, значит, создать сверхчеловек. Человек. Вот. Простите, простите за такую небольшую кламбу. Я надеюсь, что вы будете более гуманные способы использовать для решения своих проблем. Вот. Ну, а советы в интернете по понятным, я надеюсь, причинам являются ничем иным, как, как резко нажим по-живому. Вот. То есть это, ну, худшее, опять же, что вы можете начать делать. Для себя. Опять же, почему? Да, почему? Ну, потому что, как и книги, это все не имеет отношения к вам. Как и книги, это все, знаете, как вот, написано для специалистов. И все это является такой, скорее, общей базой, базой некой заготовкой, но не готовыми решениями. Готовое решение вырабатывается индивидуально при работе с вами. Понимаете, готовое решение вы сами ищете через, опять же, может быть, в какой-то степени познавание себя и саморазвитие и так далее. Вот. Что не имеет ничего общего с, ну, с очтением, с очтением советов и прочее, прочее, прочее. Вот. Это какая штука. И, вот, то, что вы заблуждаетесь, ну, как бы, ну, в отношении себя, да, это, на это указывает то, что вы всегда называете индивидуально. Что, на самом деле, ну, вы не правят. Во всем деле, вы не правят. Вы, кто угодно, да, но вы не правят. Потому что индивидуально по-другому себя ведут и уж точно не стал бы индивидуально бежать, как вы сорвавшись, сорвавшись с цепи, делать, ну, вот, то, что делаете вы, да. Вот. Ну, потому что, ну, это, это ничего общего с интроверцией, ну, не имеют. Вот. И теперь вы можете представить, что, что вот таких вещей еще очень много, которые вы можете понимать неверно. И в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего страшного, в этом нет ничего унизительного для вас. Но крайне важно, чтобы вы позволили психовку вам помочь, а не, ну, не самостоятельно решали проблемы. И все аккреативные решения, которых, как я сказал, нет. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Я вам желаю всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok